привет ребята с вами паша технический директор шульца мы с вами давно не виделись уже почти год или может быть даже чуть больше с нашей последней встречи много всего произошло мы выпустили в продажу велосипед мамкин любимчик и сейчас на рынок поступает уже него вторая обновленная версия это серый велосипед мы видим что большинству велосипедистов он нравится ребята с удовольствием раскатывают всякие разные удаленные маршруты на этом велике нагружают его сумками и вообще всячески наслаждаются природой велопутешествия на них спасибо вам огромное за ваш выбор это греет сердце во второй редакции мамкиного любимчика изменилось немногое немножечко изменилась форма вилки это связано с тем что мы проводили испытания чтобы сделать ее крепче и одновременно с этим легче мы чуть-чуть изменили форму короны но в целом ее формой по точкам и по всему она осталась такая же из таких заметных отличий по сравнению с предыдущей версией это покрышки я выбрал более легкие накатистые покрышки chao yang они подходят для бескамерной установки ну и поставил механические тормоза с ними значительно меньше проблем чем с гидравлическими по крайней мере с теми какие мы выбрали в предыдущий раз поэтому такой небольшие скорее даже декоративные косметические изменения по смыслу ничего не изменилось это все еще такой внедорожный автобус для неспешных но очень длительных путешествий мы получили много разных комментариев и хороших и плохих люди в путешествиях делали разное с нашими велосипедами один из комментариев был что недостаточно крепкая краска на нашем мамкином любимчике мы разумеется движемся в сторону усиления если мы раньше использовали анодировку порошковую покраску и прозрачный лак сейчас мы будем использовать еще более крепкую порошковую краску в будущем мы перейдем на краску марки tiger это такая австрийская краска которую уже не пробить не молотком не камнем надеюсь это улучшить ситуацию разумеется я специально поеду на покрасочную фабрику буду смотреть чтобы на заводе выдерживались правильные режимы нанесения краски очистки рамы температурные буду сам этому всем участвовать потому что но это оказалось не такой простой задачей сделать краску действительно подходящий для тех условий в которые наши клиенты помещают наши велосипеды спасибо вам большое что не стесняетесь и напрягаете наши велосипеды по полной даете обратную связь и в общем вы помогаете нам становиться лучше с каждым днем спасибо компания шульц чувствует себя в целом неплохо мы даже решились на выпуск двух новых моделей это мы сомневались в том вообще стоит ли их выпускать на рынок сейчас там или в следующем году потому что мы сомневались в финансовой экономической ситуации в том как все будет развиваться но в целом мы решились в том числе и благодаря вашим комментариям тоже говорите что хотите 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 новые модели хотите новые велосипеды вот мы их делаем среди новинок это счастливый клевер лаки клавер и морнинг трейнда выбор который сейчас на стадии испытаний но мы очень скоро запустим его в производство это будет супер велосипед компании шульц вообще очень много идей и часть из них уже даже воплощена в реальность если вы посмотрите внимательно наш сайт или еще где то мы в принципе предлагаем какие-то очень нестандартные возможности для реализации и самореализации если речь идет про велосипеды складные велосипеды без механизма сложения у нас есть такие рамы мы по крайней мере еще совсем недавно мы предлагали в общем свободном доступе то есть вы можете пересобрать велосипед с той геометрии которая вам нравится с геометрии складничка но без механизма складывания если вас по каким-то причинам смущает замок на раме мы его удалили специально для вас вы можете приобрести раму перекинуть свое оборудование на нее ездить точно так же но велосипед станет легче те чисто теоретически удалиться вот это вот какая-то вот нестабильность которая может не нравится в механизме складывания то есть такие вещи у нас есть уже по поводу фэтбайков но пожалуй пока что нет потому что я предпочитаю разбираться глубоко в материале и в материале фэтбайков я не просто не разобрался я честно говоря это мой вот эстетический велосипедный вкус пока ну мне это не очень нравится и чтобы туда зайти глубоко нужно посвятить этому много времени нужно кататься на этих велосипедах потому что я всегда езжу на том что проектирую и делаю и тут я просто не ездил на фэтбайках у меня супер мало опыта я знаю что есть рынок но я тоже также знаю что есть куча разных компаний на рынке которые уже эти велосипеды делают и они прекрасно с этой задачей справляются и мы пока что вот будем в более стандартном сегменте каких-то гравийных велосипедов велосипедов для приключений плюсовиков но пока так фэты мы пока не пойдем может быть в будущем когда-то когда у меня или у нашей команды появится больше энтузиазм у нас появится какой-то вот человек который но очень хорошо в этом разбирается и способен способен каким-то образом вот эти идеи поплатить жизнь но пока у нас нету таких не идей не возможности так вообще очень много вдохновления черпаю в каких-то старых велосипедах и пару лет назад я вообще влез туда с головой собрал себе несколько великов на 26 колесах и они сейчас у меня висят на стенке дома в начале 90-х в тот момент когда дорожные велосипеды превращались в горные велоиндустрия очень много экспериментировала с разными формами и на самом деле еще тогда она пришла к формату гравийного велосипеда который мы знаем сейчас то есть это велосипед на колесах там 700 на 40 700 на 45 но тогда по каким-то причинам это не зашло это был велосипед там жесткие вилки такие делали бианки кляйн не знаю куча разных компаний которые делали эти велосипеды заглядывая в прошлое мы видим современные тренды то есть я вижу прямо очень передовые геометрии всякие разные и мне это ужасно нравится и я под современным углом с там с каким-то большим количеством креплений с дисковыми тормозами частично этим вдохновляюсь вот что еще ну конечно главный мой вдохновитель изначальные это компания кона у меня вообще в какой-то момент было даже три велосипеда кона разных вот сейчас два это такие спутники по жизни почему-то так как то получилось у них похожий на мой взгляд они делают необычные нестандартные велики у них чаще всего не мейнстримовая геометрия этих велосипедов что мне нравится потому что они делают упор на комфорт они делают упор на хорошую управляемость и одновременно какую-то такую более расслабленную езду то есть них не спортивные не гоночные скажем так велосипеды масса всяких разных брендов которые просто сейчас очень многие работают с сталью с хромолебденом делают разные ричи делают офигенные велики если вы посмотрите вообще следить за компанией ричи можно в их фреймсетах и смотреть куда движутся тренды к примеру они сейчас выпускают такой стальной хардтейл сбоку он называется но это найнер на осях на бустовых и с жесткой вилкой и это просто супер и самый главный супер в том что он длинный очень многие ну вот начиная где-то с там не знаю начала 2000 двухтысячных там может быть там к середине двухтысячных стали укорачивать задний треугольник то есть это считается такой нормой в индустрии типа делать короткий зад длинный перед и это типа офигенно вот и сейчас задние перья снова удлиняются это очень круто потому что велосипед получается такой длинный стабильный и в принципе ну не всем нужно какой-то супер контроль супер юркость эти велосипеды очень многие велосипедисты наоборот ищут комфорт ищут какую-то стабильность и вот как раз но в этом и заключается тенденция то есть современные современные такие передовые велостроители они становятся ближе не к спортсмену а к обычному потребителю которому не надо гоняться которому нужен комфортный классный велосипед вот поэтому посмотрите великий ричи это прям супер топ велосипеды с алюминиевой рамой мы уже производим и у нас есть детские подростковые велосипеды с алюминиевой рамой вполне вероятно что взрослые ну у меня были мысли выпускать их если следовать нашей концепции велосипед с алюминиевой рамой мы должны выпустить на широких колесах чтобы он был более мягкий то есть алюминий считается таким более твердым тряским материалом он хуже гасит вибрации хуже стали по крайней мере и поэтому нужно выпускать его на мягких широких покрышках чтобы компенсировать какие-то свойства материала хороших людей у меня было много по этому поводу и всякие разные плюсовики и прочее но пока что это не влезает в наш модельный ряд и мы в принципе хорошо справляемся с остальными мы не можем выпускать тоже по 5-10 моделей в год это было бы слишком для нас мы просто не можем это как небольшая компания переварить но в целом такие мысли были все сразу мы охватить не можем и в общем не особенно хотим делать какие-то мейнстримовые велосипеды хотим делать велики чтобы они были уникальными чтобы они были классными и чтобы других компаний таких велосипедов не было вот наша задача когда мы выпускали еще самый первый самый самый первый год еще 2019 проектировали эти велосипеды у меня была мысль что очень скоро появятся такие вилки широко доступные короткоходные вилки там по 29 или под 700 на 45 колеса с ходом там 35 40 миллиметров и поэтому длина вилки обойтен край там в районе 450 миллиметров и вы сейчас на рынке можете найти такую вилку и заменить ее ну заменить стоковую амортизационный для нас базовой версии это кажется дороговато мы не хотим делать этот велосипед более дорогим чем он есть сейчас во первых во вторых я считаю то есть в моей концепции мягкая резина это значительно важнее чем амортизационная вилка если вы будете ехать на покрышках там 2.2 2.3 дюйма это где-то там 53 54 миллиметра это при правильном давлении и высоком качестве покрышки если это будет достаточно мягкая покрышка то она будет работать точно так же как хорошая амортизационная вилка она будет гасить мелкие неровности и в целом доставлять вам комфорт и скорость то есть велосипед с широкими покрышками высокого качества это в целом такой же велосипед как велосипед с какой-то очень небольшой амортизационной вилкой вот при этом цена значительно ниже что касается больших ходов мы сейчас работаем над велосипедом с амортизационной вилкой воздушной большой то есть это будет мтб походного такого плана на осях там на всех делах он сейчас на стадии производства образца мы его еще даже не испытывали но в целом понятно что мы это делать будем понятно что нужен велик с амортизационной вилкой но это не будет короткоходка какая-то гравийная это будет такая хорошая полноразмерная мтб и вилка для велосипедов с дорогими компонентами мы сейчас немножко ограничены минимальным количеством мы как производственная компания не можем купить там одну штуку или две штуки какой-то детали и собрать велосипед мы вынуждены покупать 50 или 100 штук зачастую бывает так что какие-то компоненты мы вынуждены ждать там год или полтора например шимана или сран тоже мы не можем купить вот так вот по щелчку пальца соответственно мы мы вынуждены будем собрать довольно большую партию таких велосипедов прямо сегодня мы не чувствуем на рынке спрос такой большой на велосипеды с высокими компонентами мы чувствуем себя очень комфортно в том уровне компонентов которые мы сейчас используем на велосипедах я считаю что это прекрасное соотношение возможности оборудования его цены и его качества это ну супер важно для меня чтобы это был не какой-то оверпрайс или наоборот это не было что такое супер супер простое для я считаю что мы сейчас в правильном балансе находимся и в том случае когда вы понимаете что заводская комплектация велосипеда вам не подходит мы предлагаем приобрести фреймсет и поставить на него те компоненты которые вам кажутся правильными у нас сейчас в соцсетях есть такой раздел шульцкастом мы видим там очень много очень крутых проектов которые собраны на совершенно разных компонентах есть велики которые собраны с алиэкспресса полностью есть велики которые собраны полностью на топовых вообще мировых компонентах и супер постройки там комплект тормозов стоит дороже чем фреймсет вот но и вообще бюджет всего велосипеда как там маленький автомобиль или даже большой автомобиль но каждый может собрать это по-своему поэтому мы предлагаем фреймсеты и кажется сейчас что это наилучший баланс вот наших производственных возможностей и широты предложения вот так по поводу электровелосипедов я могу сказать что это тоже такой довольно дорогой и не всегда однозначный рынок очень многие любят модифицировать свои велосипеды но при этом если ты предложишь какой-то велосипед уже готовый покупатели разумеется скажут что это недостаточно подходит здесь мы поставили там не ту батарею не тот мотор недостаточно мощный или наоборот какой-то неправильный слишком мощный такая сложная история с электровеликом в принципе и мне и Саше Иванову нашему директору эти велосипеды не очень нравятся потому что они обычно тяжелые дорогие ну вот хороший качественный мтб в принципе стоит как такой автомобиль начального уровня в ту сторону мы двигаться пока не хотим хотя очевидно что можно каким-то образом модифицировать наш велик чтобы поставить на него электромотор такие случаи в общем бывают люди модифицируют и складные и не складные велосипеды но это точно не в списке наших вот первостепенных вещей кроме велосипедов шульц пока сейчас не разрабатывает ничего но по большому счету рынок настолько насыщен хорошими продуктами что в общем довольно сложно сделать что-то в чем ты не являешься специалистом мы считаем себя специалистами в велосипедах мы эти велосипеды делаем когда вы ищите багажник мы можем вам сказать у нас есть какие-то стандартные багажники но вы также можете сходить например в прото студию в москве и вам сделают титановый багажник любой формы и он будет в принципе даже не очень дорогой при этом будет сделан по вашему заказу идеально подходить к вашему велосипеду то же самое касается сумок и прочего сейчас есть прекрасные мастерские вы опять же можете полистать наш шульц кастом ребята обвешивают целиком велосипеды сумками российских мастеров и это все выглядит уникально подходит идеально именно к той модели тому размеру велосипеда который выбран который есть у заказчика и в целом это даже не очень дорого и это не обязательно производить какими-то огромными тиражами мы всегда как производственная компания мы всегда ограничены тем что у нас что мы должны сделать много всего когда мы делаем много всего одинакового сразу появляется какое-то ощущение переизбытка какого-то клонирования мы хотим этого избежать мы хотим чтобы и аксессуары и какие-то багажники и велосипеды выглядели уникально и сейчас опять же вот в том в той ситуации в которой мы сейчас находимся кажется идеальным вот положением вещей то что каждый занимается вот своим каким-то сегментом этого рынка моя цель в делании велосипедов довольно простая я хочу чтобы велосипедисты любители могли попробовать максимально большой спектр велосипедов классных и разных есть главная объединяющая черта у этих велосипедов они должны быть удобные они должны быть доступные и они должны быть разные это тоже очень важно для меня поэтому когда вы берете тот или иной велосипед там неважно ландер поездок вы всегда можете понять что у этого велосипеда есть свой характер он очень отличается от других и в целом моя цель показать как можно больший спектр велосипедов нашим покупателям зачем это нужно чтобы у покупателя и в целом у нашего велосипедного сообщества появился вкус к велосипедам чтобы они лучше понимали какие комплектации какие характеристики на что влияют какие велосипеды бывают разные как на велосипеде бывает удобно что будет если у тебя там короткие перья на велосипеде или длинные перья на велосипеде весь этот спектр я пытаюсь в нашем модельном ряде охватить от каких-то более агрессивных для менее агрессивных велосипедов походы прогулки и так далее и я уже знаю что есть случаи когда человек начинал с какого-нибудь велосипеда Лон Рейнджер потом брал все компоненты перекидывал его пробовав на Лангерер потом пересаживался на Бусть Дон Край потом уезжал в закат на Мамс Феверит и это прекрасно это прививает вкус прививает понимание велосипеда и опять же дает возможность найти тот самый свой велосипед который вам нужен может быть вы пройдя через все вот эти наши этапы походных там разных развлекательных велосипедов вдруг понимаете черт возьми мне все это время нужен был карбоновый шоссейник выбрасываете все шульцы на АИТа и уезжаете с ветерком втягивающих шор вообще я встречался с такими комментариями люди предлагают и пишут перевезите пожалуйста производство велосипедов в Россию только за этим будущее за этим будущее и так далее к сожалению современный мир вообще глобальный мир он строится на правилах конкуренции а не на правилах хотения чего-либо что это означает это означает что когда вы делаете какой-то продукт он должен быть конкурентоспособен на мировом рынке и современные стальные фабрики они разумеется расположены в Китае на Тайване ну самые продвинутые массовые скажем так и они предлагают сегодня лучшую цену они предлагают лучшую цену по многим причинам и главная из этих причин в том что у этих компаний у этих заводов есть огромный спрос на велосипеды на нашем рынке нет такого огромного спроса потому что ну население России это к сожалению там даже не одна десятая часть населения мира это значительно меньшая часть и когда вы думаете о том чтобы что лучше торговать на локальном рынке или на глобальном вы как нормальный бизнес выбираете торговать на глобальном если бы мы сегодня говорили о том что мы делаем рамы в России нам сразу нужно говорить о том чтобы выходить на глобальный рынок в глобальном рынке сильнейшая конкуренция и мы в этой конкуренции не выигрываем скорее даже проигрываем потому что у нас нет поставщиков труб у нас нету подходящего для велосипеда для велосипедостроения стали проката там такие дюймовые стандарты на которые наши миллиметровые оснастки к сожалению не подходят вот и мы не можем делать грубо говоря стальные трубы для велосипедов нужного диаметра нам их надо либо где-то купить либо прокатить на местных заводах но в каком-то таком количестве которые ну пока нам не подходит сейчас пока Антон Степанов справляется с этой задачей кое-как но это тоже происходит с некоторыми костылями скажем так мы считали рамы наши на той же фабрике где делает Антон к сожалению ну цена пока не получается конкурентной из той фабрики с которой мы работаем даже с условием доставки таможенных платежей и прочего конкуренция выбор и рыночек так называемый рыночек как бы порешал все за нас что касается сборки мы все еще собираем часть велосипедов в России часть велосипедов за границей я думаю так и продолжится но это тоже исключительно экономические и финансовые какие-то вещи если например завод в Китае собирает в день ну я не знаю тысячу велосипедов то завод в Пскове собирает например там 150 у них совсем другая скорость они не могут решить очень многие проблемы прямо на месте им приходится устанавливать производство снимать модель ждать там пока какие-то стали дойдут там или еще что-то ну другими словами это не так просто как кажется то есть мы собираем там только очень какие-то отработанные модели складных велосипедов которые ну мы делаем давно и которые собирать достаточно просто и мы делаем их в огромном количестве вот так то есть собирать велосипеды в России очень интересно но это связано с большими там главными болями бюрократическими бюрократическими и разными другими в смысле такого построения бизнеса бюрократия не на нашей стороне вот так скажу есть много хороших комментариях есть много плохих и первое время я читал и те и другие очень внимательно у меня был даже поначалу свой канал на котором я рассказывал про свои велосипеды и идеи мне много приходили в комменты люди писали хорошие вещи писали гадости обещали прислать ко мне адвокатов за бараншифтеры за то что люди будут травмироваться и прокалывать себе ноги но пока еще ни одного случая к счастью не было чуть-чуть фу вот и каким-то со временем когда ну вот люди приходили и говорили всякие там я не знаю дурные вещи обо мне о велосипедах через время получилось так что я понял что эти вещи не сбываются никто не прокалывает колени эти велосипеды если ломаются то не там где эти комментаторы прогнозируют и в конце концов я понял что все таки я профессионал в этой индустрии я знаю наши обстоятельства я знаю что помешало нам сделать лучше или хуже и я самое главное я знаю что нужно сделать чтобы эти велосипеды были лучше у нас есть есть какое-то видение идеального велосипеда мы понимаем что он должен быть на прекрасных компонентах мы должны делать его много он должен быть очень красивым он должен быть там супер покрашен идеальная рама и все прочее мы движемся к этому шаг за шагом и разумеется на каждом шаге мы получаем какую-то критику порой заслуженную но несмотря даже на эту критику мы знаем что с этим делать мы знаем наш план мы движемся дальше и особенно не обращаем внимания в конце концов всегда будут те кому не будет нравиться то что ты делаешь это в общем закономерно потому что если ты ничего ты не будешь вызывать никаких эмоций только если ты ничего не делаешь мы делаем достаточно много мы делаем много разного мы делаем много нестандартного и в целом это очень хорошо что наши товары наши велосипеды вызывают эмоции пускай даже не всегда хорошие потому что эмоции это в принципе то что вообще человека отличает от робота например а друзья надеюсь что мы будем видеться с вами чаще думаю что у нас всегда будут появляться какие-то новые идеи мысли с которыми нам будет хотеться с вами поделиться желаю вам всегда попутного ветра будьте всегда вежливы берегите пожалуйста природу не оставляйте за собой следов и мусора всегда забирайте с собой то что вы куда-нибудь привезли и в принципе любите друг друга и проявляйте уважение к тем людям которых вы не знаете всех люблю обнимаю пока 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 субтитры сделал DimaTorzok и